Привет, ребят! Новый год у меня на носу и я хочу нарисовать снежинку. Нарисуем снежинку. Ее просто нарисовать. Нарисуем простую снежинку. Я сегодня использую карандаш. Простой карандаш для того, чтобы сделать набросок моей снежинки. Я нарисую ровную линию. А теперь я нарисую точечку посередине. И я хочу сделать шестигранную, шестиконечную снежинку. И для этого мне нужно поделить вот этот вот полукруг на три части. Я проведу вот так вот одну часть, одну линию. Вот так вот. А вторую вот так. Это набросок, это каркас моей снежинки. Самое главное, чтобы он у вас получился ровный, чтобы все вот эти вот отрезки были примерно ровные. Если немножко отличаются, ничего страшно. А теперь нарисуем саму снежинку. Конечно же, вот она такая есть и почти снежинка, но я хочу нарисовать, чтобы было видно, что она как настоящая и даже, даже 3d. Я хочу нарисовать вот такие вот штуки. Я бы сказал, что это отростки снежинки. Или волоски, или реснички, или не знаю, как это называется по-научному. Может быть, это называется кристаллы. Вид кристалла имеет вот такой снежинка. Нарисовали. Теперь карандаш кладем и больше он нам не понадобится. Мы нарисовали каркас. Вы можете сейчас поставить на паузу и повторить это карандашом. Продолжаем. Теперь я хочу нарисовать 3d снежинку. Я никогда не рисовал такую, но я хочу попробовать. Я хочу сейчас обвести весь мой каркас с толщиной. Смотрите, как я делаю толщина. У меня есть толщина у моего каркаса. И везде я рисую вот такую толщину. Вот так я рисую толщину. Везде-везде я нарисую толщину. Это очень быстро, вы попробуйте и у вас получится. Я уверен, это не сложно. И теперь у меня вот эти вот отростки нашей снежинки я тоже буду делать с толщиной. Они вот так будут идти. Сюда-сюда-сюда. И здесь еще один отросток. Сюда-сюда-сюда. Сюда-сюда. И вот таких 6 штук я сейчас нарисую. Раз, два, три. Я так и буду говорить, потому что это очень просто и много времени не займет. Весь мой ролик я не перематываю и вам показываю, что это все в прямом эфире. Можно нарисовать минут за пять, наверное. Может быть быстрее, если не болтать, как я. Нарисовали. Следующий. Это уже раз, два, три, четвертые рисуем. И если вы сейчас посмотрите, то не все мои кончики, мои снежинки одинаковые. Они немножко отличаются друг от друга. Они немножко неровные. Но каркас, который мы нарисовали в самом начале, он примерно помогает мне рисовать и не ошибаться. Немножечко я искажаю, конечно. Можно рисовать и то точно, с помощью линейки. Но я не хочу этого делать. У нас снежинка нарисована. И вроде бы все готово. Но я хочу сделать 3d снежинку. Необычную 3d снежинку. Я вам покажу, как я это делал в детстве, в далеком детстве. Я это делаю и сейчас. Смотрите, теперь мне нужно нарисовать каждой из каждому моему уголку вот такую палочку. Видите? Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и здесь тоже. Восьмой, девятый. И каждому, которому вы видите, нужно нарисовать палочку, чтобы она была параллельна всем остальным моим палочкам. И одной длины. Такой отрезок я пририсовываю. Это несложно. Но вначале нужно конечно потренироваться и в голове немножко устоять. Я не буду вам подсказывать, как это сделать, потому что никто вам не подскажет, как это сделать ровным, если вы не будете тренироваться. Я знаю, что многие мальчики и девочки давно рисуют такие 3d рисунки. Я думаю, это будет несложно. Каждой точечке, каждой точечке я нарисовал такой отрезочек. А теперь я буду эти отрезочки соединять. Как соединять? Вот таким образом я буду повторять толщину моей снежинки. Каркас. Видите? Здесь, 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 вот видно и здесь видно и здесь и здесь и здесь немножко видно вау получилось 3d снежинка давать ее раскрасим раскрашивать ее еще легче чем рисовать но я бы не сказал что рисовать ее легко все-таки потрудиться вам придется ребят если вы смотрите и думаете о я сейчас за пять минут рисую нет вы за пять минут не рисуете может быть за 6 нарисует я беру голубой мелок рисую я масляной пастылью и раскрашиваю всю плоскость переднюю снежинки всю плоскость я раскрашиваю старайтесь это сделать побыстрее не тянуть кота за хвост потому что зима на дворе идет снег ему холодно коту постарайтесь просто просто быстро закрасить ее очень очень быстро я стараюсь тоже рисовать очень быстро а теперь я возьму темно-синий мелок и буду рис раскрашивать свои грани которые идут в эту сторону видите раскрашиваю все сломался мелок иногда я сильно давлю он ломается здесь тоже не нужно много стараться нужно просто все раскрасить а после этого мы возьмем еще немножко черненького и некоторые грани подтянем получится у нас 3d снежинка так 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 здесь их не очень много граней главное не перепутать что красить а что не красить если вы запутаетесь то посмотрите еще раз когда рисовать смотрите внимательно чтоб не ошибиться да вот у нас есть теперь все практически готово но я возьму немножко черненького и оттеню некоторые некоторые места чтобы они смотрелись более темно насыщенно и более объемность давали некоторые грани у меня темные некоторые посветлее некоторые темные некоторые посветлее ура ребят снежинка готова ее можно нарисовать очень просто вы видели сегодня не быстро и недолго я ее рисовал карандашом маркером на белом листе бумаги и раскрашивал можно карандашами можно масляной пастелью спасибо ребят что вы смотрите меня с новым годом вас и рисуйте в следующем году побольше и в этом нарисуйте еще времени много пока пока